В открытом доступе появились фото, которые указывают, что вооруженные силы Украины уже начали получать гусеничные бронетранспортеры британского производства типа FV-103 Spartan. Часть таких машин уже прибыла на фронт, но в то же время на полигонах Великобритании продолжается подготовка экипажей для Spartan. Всего Украина от Великобритании должна получить 35 таких машин. Чем же особенны эти британские гусеничные БТР? FV-103 Spartan имеет боевую массу всего 10,6 тонн, и может брать десант лишь в 4 человека, при экипаже в 3 человека. Но взамен эта машина может развивать скорость по шоссе вплоть до 90 км в час. И как на такой компактный БТР с длиной корпуса, 5,16 м имеет довольно приличный уровень защиты. Толщина алюминиевого корпуса – 60 мм. Лобовые детали выдерживают попадание пуль калибра 14,5 с дистанцией 200 м, борт и корма, защищают от обломков снарядов и мин, и огнестрельного оружия врага. По сути британский FV-103 Spartan – это некая компактная танкетка, предназначенная скорее для роли бронированного такси для доставки на фронт. Малое количество десантов взамен компенсировано скоростью движения и уровнем защиты. В ответ на запрос издания «Голос Америки» в Белом доме рассказали, как именно США будут использовать программу «Ленд-Лиза» для Украины. Так в США отмечают, сейчас для них приоритетна именно помощь Украине, которая является безвозмездной, то есть, за которую позже Украине не нужно будет возвращать средства. Речь идет о программах, по которым сейчас США и предоставляют помощь Украине – это инициатива содействия безопасности в Украине и программа президентских полномочий. Именно по этим программам сейчас Украина получает вооружение, в том числе и РСЗО «Хаймарс». На выполнение этих программ как раз и был выделен пакет денежной помощи в сумме 40 миллиардов долларов, более половины из которых приходится именно на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти 40 миллиардов США должны потратить до конца сентября, именно тогда у США заканчивается фискальный год. После того, как США опустошат этот бюджет, тогда и начнутся поставки оружия уже непосредственно по программе Ленд-Лиза, по которой ВСУ смогут получать в долг или лизинг военное оборудование по упрощенной процедуре, без выделения средств на эти нужды Конгрессом США. Спасибо за просмотр. Слава Украине!